Не просто пешеходная улица, а зелёный бульвар для неспешных прогулок. Такое через два года может стать привычной щёлковцам улицы Пушкина. О концепции реновации пешеходного пространства начальник управления по благоустройству администрация Светлана Марининова рассказала на публичных обсуждениях. Из-за пандемии они прошли в онлайн-формате. Реновация участка улицы от Дворца культуры до платформы «Воронок» предусматривает новые элементы, расширяющие её функциональность. Вместе с тем зелёные насаждения и сеть пешеходных дорожек, сложившиеся с 50-х годов 20-го столетия, проектировщики сохранят. Предлагается замена покрытия пешеходной зоны, устройство точных зон городских активностей, будут локальные детские игровые зоны для горожан с детьми, зона спокойного отдыха. По задумке проектировщиков, пешеходы, прогуливаясь по бульвару, смогут делать передышки, не препятствуя движению транзитного потока, читать книги на лавочках. На улице установят городские качели, зеркальные навесы и воздушные арки. Светлана Марининова подчеркнула, новых торговых объектов на Пушкино не появится. В рамках благоустройства у нас идёт только изменение внешнего облика торговых павильонов мороженого и хлеба. Концепция предусмотрена устройство пандусов для безбарьерного движения вдоль проектированной территории. Организация новой системы освещения и городской ландшафтной подсветки. Со стороны железнодорожной платформы архитекторы задумали навес из плотной ткани, отсылающий к истории города с его знаменитой шелкоткатской фабрикой. У горожан появится возможность назначать в этом месте встречи и дожидаться транспорта. В едином стиле спроектированы входные группы с прилегающих улиц и дворов. Вдоль всего маршрута предусмотрены малоархитектурные формы, посадка цветущих деревьев и кустарников. По словам Марининовой, улица сохранит значимость зелёной пешеходной артерии города. Поэтому начнут реновацию с замены дорожного покрытия. Своё пространство получат и велосипедисты. Проект финансируется из федерального, областного и местного бюджетов. Работы запланированы на 2021-2022 годы. Михаил Налётов, Щёлковское телевидение.